всем привет добро пожаловать в новый влог что-то мне подсказывает что это самый классный влог этого лета поэтому обязательно оставайтесь со мной приятного просмотра мы очень довольны нашим выбором нашей первой остановкой и мы приехали сюда до официального начала каникул поэтому цены все-таки были чуть более доступными я поделюсь с вами контактами внизу мы специально выбирали виллу за городом во первых мы на машине и для нас не составляет труда подъехать куда-то к морю и также очень здорово то что мы все-таки изолированы от других людей всегда больше скопление именно у моря виллы такого стандарта такого формата со своим выходом к морю очень очень дорогие поэтому мы даже не рассматривали такие варианты классно что можешь распахнуть двери на террасу идите уже купаются в бассейне вечером приезжаем домой они еще тут сидят в джакузи там теплая вода и вообще по большей части мы приехали сюда даже за хорошей погодой потому что задолбали эти проливные дожди в польше вообще не на пляж не поехать не поносить даже летние вещи детям постоянно одеваешь их как-то более тепло эти спортивные штаны эти какие-то толстовки хотелось настоящего лета скажу вам честно в польше это не всегда возможно и кстати такой интересный факт 40 процентов поляков как говорят польские газеты приедут отдыхать в хорватию вообще это очень популярное туристическое направление из польши сюда так что я думаю что так оно и будет и вообще на польском побережье морском до цены такие что мама не горюще приезжаешь может идти дождь или может быть очень холодно типа 16 градусов там 18 и будешь сидеть все время в отеле с детьми маленькой комнате это вообще конечно капец виллы там дороже мы проверяли так что мы решили приехать сюда и мы очень любим хорватию мы ездим на какие-то недолгие прогулки в города но во многих местностях мы уже были поэтому просто вы знаете чтобы проветриться прогуляться как-то вечерком даже в ресторан и мы особо не ходим чтобы лишний раз не контактировать какой красивый закат небо прямо аж такое знаете сине-розовое и мы встречаем этот закат в городе поречь ой крабы плавают маленькие гнат я даже не знаю маленькие или большие но и здесь много они выходят тут гуляют на прогулочку видишь крабов мика есть такая ты любопытная птина поречь это городок который находится на побережье полуострова истрия и это исторически именно итальянские горы ему больше двух тысяч лет и именно поэтому здесь можно отведать не только хорватскую кухню но и вкуснейшую итальянскую потом он принадлежал югославии и теперь он собственно говоря в хорватии здесь есть несколько достопримечательностей которые мы сегодня посетим я сейчас иду по набережной и вижу такой красивый прямо алый закат я сейчас поверну камеру и покажу вам это настолько красиво я так хотела приехать в хорватию почему в принципе хотелось отдохнуть но кровати и мы давно не были из хорватии у меня связано очень много классных воспоминаний здесь у нас томиком была помолвка подождите гляньте как красиво успела пока искала телефон это камера не передает еще красиво пролетает птица я обожаю восходы солнца и закаты но так сложилось что закаты я встречаю гораздо чаще не договорила вам но в хорватии мы с томиком проводили первый отпуск совместный потом когда захарка родился мы также приехали сюда с пополнением тогда ему было почти пять месяцев и когда родился игнат ему было два месяца понятное дело захар тоже был с нами и мы все приехали в семейный отпуск и опять же так складывается что семья пополнилась собакой и наш первый отпуск где правильно хорватии потому что мы себя здесь чувствуем безопасно мы здесь многое знаем и также знаем куда хорошо было бы поехать чтобы погода также была такой приятный поэтому часто выбираем хорватии ну и конечно же здесь очень красочные виды и даже когда просто едешь по дороге то останавливаешься чтобы посмотреть на море на горы и это это очень-очень красиво если вы никогда не были и думаете куда бы поехать европу если даже не сейчас не в этом году а позже даже через несколько лет хорватии советую посетить в обязательном порядке мировое знакомство с морем тетка это соленая вода ты моя кнопа все надо как только не так жарко и когда я высплюсь не все надо вот поэтому я теперь вообще практически не ношу каблуки так как хожу по таким тропам и таким дорогам что они каблуки не предполагают оживает а вам солнце не сильно светит в глазах главное очки новые как хорошо что она наконец-то ходит потому что раньше она упиралась всегда она теперь с удовольствием а раньше вообще мы не могли никуда выйти дальше дома вот это я понимаю кто-то припарковался очень красивая набережная здесь яхты катамараны рестораны бары ну и конечно же море задает такую невероятную атмосферу на каникулах ребенок здесь вот уже вечеринки устраиваются и народа побольше чем других городках которых мы были по-моему здесь не слышали о карантине одна большая местная тусовка приветики покажись пожалуйста еще наш ты такой красивый я тебе должна сказать нет никак в ноже был угната борода я сейчас умру от смеха просто внимание наверняка те кто был в Хорватии во всяком случае огромная часть отдыхала останавливалась именно в этом городе давайте сделаем перекличку кто был кто знает город Робин только в этот раз я смогла по-настоящему познакомиться с этим городком потому что раньше я или следила за своей сумкой или за своими детьми и как-то не сосредоточивалась на том что же меня окружает самая наглая птица он огромный больше чем кот реально нам никогда не удавалось посидеть в этом кафе которое называется Валентина а сейчас здесь куча свободных мест пиа гости это нужно не гости гости на 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 коктейль? Виски с пивом. Имберное пиво и виски. Вообще сюда не просто стоит очередь, сюда приходят люди сфотографироваться, а еще стоят сверху и наблюдают, потому что здесь очень красивая подсветка с морем. Приветики. Это называется настоящий романтик, как раньше. Романс в ческий ужин. Пицца из будки с пастфудом. Купили мальчикам пиццу с собой и едем домой. Они, наверное, уже завтра сидят, потому что довольно поздно. Я надеюсь, что они спят. Нет, ну вы посмотрите на этих тюленей. Мы приехали. Мы приехали в 11 часов вечера в надежде, что молодежь уже спит. Но не тут-то было. У них тут вообще развлекуха похлеще, чем у нас. Игнашкин сегодня уже плавает, как ни в чем не бывало. Но купаться нельзя, зато надули матрас. Жилетка тоже у нас есть. Я сейчас покажу вам, что я купила детям из развлекалочек в Ашане. Такого хола еще не было. Захар немножко плавает, но все-таки для подстраховки, чтобы можно было тоже расслабиться, взяла вот такую... Как бы ее назвать? Видите, подмышки вставляются. Ой! И он выплывает из пенки такой плотной. И также она легкая, то есть удобно куда-то там возить, даже если в руках носишь с собой. И еще очень классный наборчик, корзина для баскетбола. И еще есть вот шипы, типа как. Это все в комплекте продавалось вместе с мячиком. То есть дети забрасывают. Игнаша, не брызгай меня. И также колечки. Сейчас вот уже час. Ребенок занят. Чемпион, тренируйся, получится обязательно. Е-е-е-е! Гол! Кстати, даже для взрослых может быть неплохой вариант развлечения. Матрас небольшой. Ой! Были разных размеров. И классно то, что можно вручную, в губную быстро надуть. Но плыви! Вот этот наборчик сегодня распаковали. И сразу все надуло быстренько. И еще очень интересная штука. Вчера дети с ними весь день плавали. Берешь вот так вот, цепляешься руками одной-второй и плывешь. Кстати, я все покупаю в двойном экземпляре, чтобы не было войны. Вот таких пистолетов было много разных размеров. Но я взяла небольшой для того, чтобы в машине много места не занимать. К сожалению, они очень быстро ломаются. Но дети всегда их просят. И потом в курорте они стоят каких-то баснословных денег. Конечно же, маски. В бассейне, в дакузе вчера ныряли. Маски с трубкой. Наверное, даже для взрослых они подойдут. Песочницы у нас на территории, по-моему, нет. Это мы оставим для домашнего использования. Но главное, лодка. Сюда будут загружать своих человечков из плеймобиль. И будут катать их. Игнашка очень просил. Есть еще другая лодка у нас на батарейках. Но не смогла ее отыскать, чтобы вам показать. И вот такие пистолеты тоже есть. Разные. И взяла этот, знаете почему? Потому что маленький, опять же, для нас-то имело значение в этот раз. И также, что не нужно откручивать, заливать туда. Просто открывается пробка и набирается вода. И, по-моему, я им угодила. Закончилась вода. Мы все-таки сюда вернулись. Уже в полном составе. Беги за Микой. Как раз в тенечке. Хорошо? Вау! Она по туннелям бегает, типа. Ой, как здорово. С этой стороны растут оливки. Это инжир. И мы дошли до огромнейшего поля лаванды. Лаванды. И вот здесь, конечно, пахнет больше всего. И вы мне также писали, что цветы лаванды раскрываются в течение одного какого-то определенного часа. И вот тогда сильнее всего ощущается аромат. Но я не знаю, когда именно это происходит. Но и цвет даже более насыщенный, чем тогда, когда мы были днем. А вот здесь растет рапс. И сейчас перед нами открылся вид на городок, в котором мы остановились. Вишнян. Там проживает всего около 700 человек, чуть меньше. И, между прочим, вот там видна такая маленькая точка. Это обсерваторий, который, между прочим, открыл несколько очень важных астероидов. Мы уже на новом месте. И в этот раз мы остановились на побережье. Мы в предвкушении, какой же из этих домиков палаток будет нашим. Ну, как бы мы вроде приехали. Может, не такой солнечный домик. К счастью, свободных мест очень много, поэтому мы можем выбрать. Я думала, что это будет больше похоже на домик, чем на реальную палатку. Ну, давайте не будем судить по упаковке. Окей. Кухня при входе. Кушка на кузе. Тому-ку нравится. Кушка на кузе. Да, и кровать там сверху. Внутри душ. Все удобства. Типа шкаф. И кровать двойная. Интересно, кто там будет спать. Я немножко успокоилась, потому что нам дали все-таки палатку. Домик. Втянем. Здесь можно отдохнуть. Мы едим пиццу, которую мы взяли с собой. Также здесь есть кондиционер. Поэтому все нормально. Тем более мы здесь будем только три ночи. Да, Мими? Как раз проверим, для нас такой отдых или нет. Нравится вам? Ну, мы сюда приехали ради детей. У нас на террасе есть несколько лежаков. Это, между прочим, улучшенные стандарты, чтобы вы понимали это удовольствие в такую же цену, как вилла, в которой мы жили. Из удобств здесь есть небольшая плита. Это мой первый раз на кемпинге, поэтому все интересно. Кофе-машина целых две, чтобы мало не показалось. Микроволновка что-то разогреть. Здесь, я так понимаю, посуда сейчас посмотрим. Небольшой холодильник он уже включен. Также можно что-то помыть. Там посуду, не знаю, овощи, фрукты какие-то. Да, здесь есть тарелки, поэтому здорово. Не нужно будет заморачиваться. Обеденный стол и такой домик-палатка рассчитан на шесть персон. Микки, по-моему, уже тоже нравится. Мы включили ей кондиционер. Поставили воду. И она вот отдыхает. Как всегда, короче. Кстати, эта дама везде может оставаться с нами. Я не знаю, сколько мы платили за пребывание собаки раньше, но здесь 16 евро. И ваш песик может отдыхать с вами. Независимо от его размера. На территории отеля есть два ресторана. И рядом с нашим домиком, где заканчивается глэмпинг, это не кемпинг, а именно глэмпинг, есть еще одно место, где можно съесть что-то и выпить кофе. Гуляем по территории, а здесь прям как юты есть еще и домики или палатки. Такого даже я не ожидала. Подходим к этой юте. Я думала, что это чей-то домик, но оказалось, что это типа как зал для фитнеса. Вот, нужно наклониться, чтобы зайти сюда. Вот. Здесь так жарко, как здесь можно заниматься. Прокатилась на велосипеде. Здесь очень большая зеленая территория. И, кстати, есть велосипеды, которыми могут пользоваться все отдыхающие. К сожалению, нет велосипедов для самых маленьких. Их наша бедность страдает, но мы возим его на багажнике. Я вот так глянула, что заняты максимум, наверное, 30% домиков. Они есть и для двоих, и без удобств. Я предполагаю, что они дешевле получаются, потому что стоимость такого дома на 6 персон где-то приблизительно такая же, как и пятизвездочные виллы, в которые мы останавливались чуть ранее. И также большинство отдыхающих здесь немцы. И вот так смотришь и думаешь, а что, так можно было. А для большинства европейцев среднего достатка такой отдых это обычное дело. Мы уже начинаем собирать на такой отпуск чуточку раньше. Вообще, мы буквально только вернулись из Италии в прошлом году. И так, окей, в следующем году тоже нужно будет поднапрячься и, знаете, выбрать что-то интересненькое, что-то необычное. И раньше, когда дети были поменьше и побаивались куда-то ехать, соваться в новые места и тоже, чтобы знать, чем покормить и как добраться и куда обращаться в случае чего. Оказалось, что такие случаи бывают. И когда у меня был один, второй маленький ребенок, то я все-таки больше осторожней села. Что? Что ты, Игнашка, ищешь? Джакузи. Джакузи? В ванной комнате, может, поищи. Тома, Игнат, и Шука джакузи. Вот тебе и джакузи. Какое джакузи? У нас тут море. Выбирал это с закрытой. Игната, кто это придумал купить? Я. Ты? А покажи, что ты ешь. Есть кемпинг, есть консерва. Мне кажется, ты единственный здесь, кто ест кукурузу. В консервной банке. О, здесь еще видно закат солнца прямо на море. Люди ходят по мосту. Также идем прогуляться. Я сама слегка в шоке. Шесть часов утра. Это при том, что я час лежала и пыталась уснуть. Потом поняла, что ничего из этого не получится. Поэтому я сижу на соседской террасе, пью кофе. И сейчас пойду гулять. Даже собака отказалась идти со мной на прогулку. Типа, мать, ты чего не спишь? И что мне не спиться в такую рань? Я сегодня спала вообще 4 часа. Так как видео не о том, насколько классно мы отдохнули, я скажу, как есть. Это, наверное, мой первый, последний отпуск такого формата в большом бунгало для нескольких людей. И тут дело не в том, что кто-то хороший, кто-то плохой. А просто все люди разные. И если уж ехать вот так вот в одну палатку, скажем, со многими людьми, то нужно знать какие-то привычки, нужно знать там, кто храпит. Если вам это не мешает, то окей. Но для меня два храпящих мужика в палатке, этого оказалось слишком много для моего чуткого сна, потому что дети спали наверху. И все-таки, как мама, я прислушивалась, что там происходит. То есть я слышу практически каждый шорох. И обычно засыпаю очень быстро. И вообще, Соня по натуре, в принципе, сплю нормально, даже если мы все в комнате. Там дети, Томак, например. Я знаю, как справляться с храпом Томака, поэтому с этим как бы нет никаких вопросов. Я за несколько лет привыкла. Ну и потом, если кто-то начинает просыпаться рано и там ходить в туалет, это все очень-очень слышно в таком домике. Поэтому, если вы вдруг надумаетесь сюда приехать, и потом будете меня проклинать за свой отпуск, имейте это в виду. Так как мы эти всего на несколько ночей, то, в принципе, пережить можно. Я думаю, что, возможно, мы еще когда-то сделаем подход к такому виду отпуска, отдыха. Может, поедем на выходные куда-то. Но исключительно как-то нужно разделяться, потому что я, например, тоже теплолюбивый человек, и кому-то нужно 18 или 20 градусов в домике, в палатке. Знаете ли, 30 снаружи, 18 внутри. Это ощутимая разница. Так что я сидела после душа, вчера грелась снаружи. Вот такие дела после первой ночи. Для меня экзотическая ночь, потому что я такого на себе не испытывала. В 4 часа утра начинают громко петь птицы, и с непривычки ты все слышишь, потому что это реально, ну, как палатка, просто очень плотная. Но звуки она все пропускает, тем более есть окна. Короче говоря, вот это мы придумали. Наверное, нужно было сначала ехать сюда, а потом на виллу отдыхать. Мы так и планировали, но вилла, которая нам понравилась, в которой мы уже там наотдыхались, она была забронирована в это время, поэтому сделали наоборот. Начинают появляться люди. Я не одна сумасшедшая. Поболтала с вами. Сейчас пройдусь вдоль моря. Оно здесь очень спокойное. О, я слышу Мику. Может, она согласится со мной пойти погулять. Она вообще на меня посмотрела, типа, Ты чего, куда ты собралась? Ты в это время обычно спишь. Ой. Здесь очень свежий воздух. Томик сейчас поехал кататься на велосипеде. И помимо таких домиков, в котором живем мы, есть еще, например, вот такой. Он без удобств внутри. Или вот этот побольше. И здесь на территории довольно много. Я дошла до карты. Гляньте, как это выглядит. Такой полуостров. Мы на горке. Шли высоко с Микой. Поэтому я аж задышалась. Свежий воздух такой. И как раз выгуляю собачку, пока не жарко. Реально ни души. Вообще никого. А это, между прочим, начинается наш главный пляж. Я вижу, ты вообще осмелела уже. Раньше ее не затянуть в воду. Сейчас сама заходит охладиться. При том, что сейчас не очень жарко. Вот видите, можно арендовать домик прямо на берегу моря, получается. А вот здесь есть детская анимация и анимация для подростков. Она, по-моему, с 10 до 2 часов дня. Короче, мы в срочном порядке спаковали вещи. Зарезервировали новое жилье. Оказалось, что это вообще не наш вариант. Я прилегла отдохнуть перед дорогой, потому что я сегодня вообще ужасно себя чувствую. И увидела перед собой это. И как бы вся пелена очень быстро сошла с глаз. Даже вид из окна меня больше не подкупает. И ноги моей здесь больше не будет. Все, пока увидимся в другом месте. Это кошмар. Господи, как мне кайфово. Мы очень спонтанно переехали. Пожалуй, все мы никогда еще так быстро не собирали вещи. В общем, я думала, что же сделать в этой ситуации, потому что я очень сильно расстроилась. Не кемпинг, не глэмпинг. А глэмпинг это сочетание двух слов. Гламорус и кемпинг. То есть, это типа как более гламурный вид кемпинга. Более комфортный. Но мне было вообще, вы знаете, не по себе. У меня даже совершенно пропало настроение. И я все не знала, как подойти к Томику с такими словами, что я хочу делать ноги оттуда и как можно скорее. Поэтому я успокоилась и просто подошла. Я говорю, Томак, ты знаешь, ситуация такая и такая. Давай, в общем, плюнем на это все. Даже если потеряем деньги. И даже если нам не вернут за бронь на следующие дни, давай быстро найдем любую уже другую виллу и просто переедем. Потому что я вижу, что и детям не так классно, и не так здорово, и не так весело, и интересно, как в самом начале, когда мы только зашли в вот эту палатку. Да, это была реально палатка, а не домик. И получается, что посерединке там был туалет с душем. С одной стороны два спальных места, со второй стороны и сверху еще двухспальная кровать. И как бы все спали вместе. И когда я ему это предложила, он говорит, да, давай. Потому что мне тоже не особо-то и понравилось. Он так же, как я встал там в 5 часов утра, точнее я практически не спала, типа дремала, знаете, вот постоянно на стреме. И даже сейчас не чувствую никакой усталости, потому что мне стало настолько легче, когда я ему предложила, и он так налегке согласился. Так что мы нашли виллу, которая находилась, находится в 30 минутах от вот этого глэмпинга. Возможно, мы еще сделаем один подход. И так писали мои зрительницы, мы снимем домики на таком кемпинге, чтобы там были реально стены. И обязательно беруши. Но я думаю, что это случится не скоро, потому что с меня хватило. С детьми, с собакой, с дедушкой, это чересчур. Вдвоем мы бы поехали. Вдвоем было бы, наверное, прикольно. А так, нет. И, кстати, когда я поделилась с вами в инстаграме, то многие также написали, что, ой, нет-нет, я бы тоже, наверное, не смогла. Поэтому я не одна. Но, опять же, есть люди, которые от этого кайфуют, есть люди, которые ради этого, ради всех этих впечатлений, и ради этих звуков природы, и таких немножечко диких условий, не такие даже, в которых жили мы, а более настоящих, едут на кемпинг, на глэмпинг. Боже, и на такой громкий, очень-очень звонкий голос у него. И также я еще не все вам рассказывала. Это могло бы произойти не на кемпинге, но уже, знаете, сама ассоциация с этим местом произошла, и она уже никуда не денется. Мику вечером покусала собака, которая не была на поводке, у которой не было намордника, и она по габаритам была меньше, чем наша. И Мика бедная так пищала, что я очень-очень сильно испугалась. Вот такой ситуейшн был еще перед нашим заселением. Приехала команда из ресепшена, чтобы проверить, все ли нормально в нашей палатке. Сказали, да, заселяйтесь. А потом я, как назло, первая пошла в душ, и, блин, была холодная вода. Я стояла, 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 стояла. После моря очень хотелось помыться. И еще было поздно, там после 11 часов вечера. Короче, я помылась в холодной воде, помыла голову, вышла в эти 18-20 градусов, которые были в палатке. Я просто, знаете, сцепила зубы, блин, и ждала, когда я согреюсь. Спала в спортивном костюме и в куртке джинсовой. В общем, то еще удовольствие. Мой первый опыт, мой первый, блин, получился ком. Поэтому, нет, меня вы в ближайшее время в таких местах точно не увидите. Быстренько приехали с ресепшена, что-то там открутили. Появилась горячая вода спустя 15 минут. Ну, как бы, факт остается фактом, что все вот это в совокупности просто испортило все впечатления, все какие-то ощущения после отдыха, потому что, когда я не высыпаюсь, я чувствую себя, как будто у меня похмелье, а то и хуже. Уж лучше, блин, выпить два пироля на ночь, чем не спать всю ночь. Так что мы сняли очень симпатичную большую виллу на несколько дней и останемся здесь. И я себя чувствую очень-очень хорошо, когда я знаю, что собака никуда не побежит. Я знаю, что ее не нужно постоянно держать на поводке. Вот. И также не нужно постоянно бегать, закрывать там все на замок. Висел вот такой замок на палатке. И постоянно ищешь эти ключи. И также вот сейчас мы переоденемся, поедем к морю. Море далековато, правда. Ну, ничего страшного. Минут, наверное, 20 ехать. Ну, эти улочки, эти города. И вообще, в принципе, между городами территория настолько красивая. Здесь настолько невероятная природа. И не могу передать вам словами, что Игнат уже что-то там снова плачет. Нужно бежать. Вот такой отдых с детьми. Совершенно неожиданно попали как в какие-то тропики. Мы живем в очень маленькой местности. Еще раз думаю, как это называется. Вот этот город. Любин? Лабин. Лабин. Это город на горах вот таких. Внизу, посмотрите, огромная пропасть. И дорога сюда тоже очень интересная. Супер красивая, супер зеленая. И вот там дальше гнеется море. И приедем сюда с детьми и с дедушкой. У нас с Томаком сегодня снова ночные вылазки без детей. Ходим, все рассматриваем потихоньку, никуда не спеша. Повезло, так повезло в этом году. Что есть с кем оставить? В одном из таких абсолютно невзрачных двориков заходишь, а тут такая гортензия. Мы ее, блин, не можем на нашей специально привезенной земле вырастить с удобрениями. А здесь, я не знаю, на скалах, сколько той земли. И она прям вообще себя прекрасно чувствует. И во всей Истрии в этом году так. Шли вторые сутки практически без сна, но зато у нас появилась новая семейная традиция возвращаться из родительских гуляний с пиццей. Интересно, дети спят или нет? Спасибо огромное за просмотр. На этом я буду прощаться. Не забывайте поставить пальчик вверх, если вам было интересно. Если вы прочувствовали эту отпускную атмосферу, я старалась каждому передать то, что видела сама, то, что я чувствовала. И мне также хотелось хотя бы немножечко влюбить каждого из вас в эту страну. Мы были там уже, наверное, раз в 15-й и в этот раз это был самый классный отпуск в Хорватии. Я вас очень крепко обнимаю, целую, хорошего летнего настроения вам. Пока-пока, увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok